Королевские баклажан по-арабски. Ингредиенты. Баклажаны крупные 3 штуки. Перец болгарский 4 штуки. Помидор 4 штуки. Сырок плавленый 4 штуки. Чеснок 5 зубчиков. Майонез 3-5 столовые ложки. Соль, перец черный молотый. Зелень. Приготовление. Начинаем с баклажанов. Нарезаем их на длинные тонкие пластины вдоль от носика до хвостика. Теперь обжариваем их на растительном масле до мягкости. Пока жарим баклажанные пластины, разогреваем духовку до 150 градусов. Моем перцы, но не чистим. Отправляем перчики в духовку и печем до образования на них темной корочки. Шкурка должна потемнеть. Время от времени переворачиваем их, чтобы все бочки равномерно пропеклись. Вынимаем и складываем перцы в целлофановый мешок. Завязываем его и оставляем на 15 минут. Перцы должны пропариться. Затем достаем и чистим от шкурки. Вырезаем плодоножки и нарезаем перцы кубиками. Помидоры моем и тоже нарезаем кубиками. Сырки натираем на терке. Добавляем в натертые сырки чеснок, пропущенный через чесночницу. Добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. Собираем наш террин. Первый слой баклажаны. Выкладываем их в казанок, как лучи солнца или лепестки ромашки. От центра к краям по кругу казанка. Солим, перчим. Далее слой сырковой массы. Выкладываем лишь половину. Теперь слой перца и снова солим. Следующий слой помидоры. Снова солим и притрушиваем рубленной зеленью, укропом. Опять укладываем баклажаны и повторяем слои. Сырковая масса, перец, помидоры, зелень. Последний слой баклажаны. Казанок накрываем плоской тарелкой. Ставим наверх что-то тяжелое и ставим в холодильник на ночь. Утром или днем, когда придут гости, аккуратно переворачиваем казанок с тарелкой вверх дном. То есть террин у нас получается на тарелке, а казанок просто снимаем. Получается баклажановый торт. Безумно вкусно и красиво. Приятного аппетита!